Зубайра Тухуг И, конечно, за зрелищные бои Сейчас мы вспомним путь чеченского воина на полях сражений смешанных единоборств И вот она, вертушка по печени, точно! Тяжелый был награжден! Попадает, попадает за бои справа Зубайра Тухугов родился в селении Центарой Чеченской Республики Интерес к тогда еще называвшимся боям без правил у юного Зубайра возник еще в детстве Бойки и пылки же нрав мальчика находил выход в уличных драках Впрочем, позже поток буйной энергии был направлен на изучение вольной борьбы, в которой он сумел стать чемпионом Республики Переехав в Москву в возрасте 16 лет, где, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, нехватку денег и прочие невзгоды Зубайра всецело отдается тренировкам по боевому самбо и рукопашному бою В обоих дисциплинах он добился звания мастера спорта, а также завоевал победы и призовые места на чемпионатах Москвы, Европы и мира Дебют Зубайры на профессиональной арене выдался на март 2010 года на турнире по панкратиону Кубок Атриум И представлял из себя череду случайных событий Тренер предложил ему заменить выбывшего бойца, на что Тухугов задал лишь один единственный вопрос Соперником стал кандидат в мастера спорта по панкратиону Иса Мусаев Будучи более взрывным, Тухугов раз за разом переводил соперника на настил Благодаря чему и забрал победу решение Ну как мы с вами и предполагали, в этом бою победил Тухугов Зубаир был В полуфинале турнира Зубайра сошелся с мастером спорта по боевому самбо и кикбоксингу Виктором Финаги После нескольких неудачных попыток перевода в партер Второй бой таких равных соперников, второй полуфинал, потому что четвертьфинал Все в порядке А это самое главное в единоборство Зубайра все же ловит соперника на ошибки Но развязка боя ждала зрителей во втором раунде Хорошо держать центр тяжести Попадает, попадает, попадает Зубаир справа И добивает Плотный захват Все, Виктор сдается Победа Посмотрите Вот, раз-два, четко, правый прямой, прям по бороде В финале его ждал чемпион Москвы по панкратиону Роман Маркович В середине очень равного первого раунда Тухугов взрывается серией ударов, подготовив почву для прохода ноги Все ребята восьмерки просматривают друг другу бои Бьются, я бы даже сказал Вот, Тухугов переводит бой в партер Напор и работа первым номером в перестрелке ударами обеспечили чеченцу победу в турнире восьмерки Как мы с вами говорили, Тухугов-Зубаир Четвертый по счету бой Тухугова прошел против мастера спорта по самбо Евгения Солонского Различные средства массовой информации, потом строить Сразу бросался в глаза прогресс Тухугова в стойке Истательно пытается на расстоянии вести бой Зубаират и Хуга Бавился на джек, то есть удар передней рукой Ну и про борьбу он тоже не забывал Если, естественно, вот делать атаку, как сделал сейчас Зубаират То есть он прошел в ноги Прошел в ногу Эффектный проход и попытка граунд-н-паунд, попытка добивания в партере Вот борец вошел, попал сейчас Попал, 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 сильно попал Хорошо, но Евгению мне нравится, что опять же защищается и не сдается Солонский и пытается контратаковать Соответственно, ну опять же По итогам трех раундов руку подняли уроженцу Чечни Очень устал, терминов можно подобрать сколько угодно И вполне закономерное, на мой взгляд, судейское решение Зубаират и Хуга Далее Зубайра вновь становится участником турнира-однодневки из четырех бойцов В тогда еще начинающем промоушене Fight Nights В первом кругу ему оппонировал чемпион России по рукопашному бою Даниил Туринге Красивый бросок И добивание Дало Тухугову билет в финал Деву уже ждал Мурат Мачаев Финал получился скоротечным и не в пользу уроженца Чечни Посмотрим, гильотина со стороны спины, вот сейчас Мачаев взял Захват Все, идет и душа еще, нет Все, видите, сдачу Ну скажем так, Зубаир молодой парень Перспективный, очень растущий спортсмен, я думаю Впрочем, горечь поражения была сглажена достижением давней мечты Покупки Лада Приора Не останавливаясь на достигнутом, уже через 4 месяца Тухугов За один вечер побеждает Расула Шавхалова И Мурада Абдуллаева Несмотря на такой плотный график, уже через месяц он выходит на бой против Антона Тельпенева И терпит спорное поражение решением судей Вновь войдя в победную колею победами над Рисмисом Мислимовым и Иваном Лапиным В 2012 году Зубаир оделит ринг Лиги С-70 с будущим чемпионом Файт Найтс Ахмедом Алиевым После трех минут взаимного отсчитывания паттернов движений друг друга, бойцы вцепили схват В ту ночь Зубаир Атухугов потерпел первое поражение нокаутом Академия ММА вместе с лапами в руках Максима Ворон Не намереваясь печалиться от полученного нокаута, а как можно скорее реабилитироваться Уже через три месяца чеченец вернулся в ринг Лиги С-70 Где в первом раунде нокаутировал Анатолия Покровского Возвращение Файт Найтс ознаменовалось победой против нидерландского бойца Романа де Лос Рес Единогласным решением судей Хочется сказать немножко Азубайрей Тухугов Этот парень очень хорошо сложен Попало Азубайрей еще просто расстреливает Так так и происходит Ушел, вот аккуратненько Сразу наглохо перекрывается Смотрите удар на корпус Попал Хорошая внятная комбинация И божьей помощи Ну а здесь решение логичное Еще один нидерландец Харун Кина Также стал плюсом в победе статистики Тухугова Голландец и здесь вот Зубайра количеством ударов забивает Как в профессиональном боксе часто бывает И здесь да И все равно готов Качал, качал Удар, который он выбрасывал уже по цели Он попадал Раз попал, два попал Ну получит Следующий поединок Зубайры прошел в Алма-Аты Против местного бойца Куаты Хамитова Разогрев зрителя стычки на взвешивании Первая половина первого отрезка прошла в режиме разведки Но чуть позже Тухугову удается поймать соперника на проходе Схожий эпизод повторился и в конце раунда Раз за разом ловя визави на сближении Блокируя проход в ноги Качал, Качал, Качал Качал, Качал енты, наплажки, открыты и победы Оч Viewers Да Теперь Это Красиво Пова Под конец раунда Зубайре удается занять позицию сверху, но в ходе борьбы позицию занимает казахский спортсмен. Что не решило исхода поединка. Далее чеченский боец разделил клетку с украинцем Денисом Поднебесным на домашнем турнире Cage Warriors 58 в Грозном. Продемонстрировав доминацию в ударной технике. И борьбе. Тухугов порадовал родную публику. В пятом бою под баннером Fight Nights ему предстояло разыграть титул чемпиона Европы в бою против эксцентричного Васа Бакацевича, который недавно упустил шанс стать чемпионом одной из балканских организаций из-за рассечения. Горячий стердаун прилагался. Нежданный проход от Черногорца перетек вполне предсказуемый подъем от Тухугова. Далее следовал бросок. Классно бросок. Очень красиво. Решил побороться? Пожалуйста, говорит Зубайрая. Тухугов разбивал соперника в пар. Да, удар ногой. Но намеренно дал ему подняться. Сейчас Зубайра попробую. Неудачный проход усугубил положение психопата. Зубайрая. Тут же перевод на левый сбок. Чуть не получилось, но очень прекрасно. Однако Зубайра вновь отпускает соперника. Смешного стиля. Но только лишь для контрольного выставки. Ударить. И вот она. Вертушка по печени. Точно. Тяжелый был нокаут. Дмитрий, какой нокаут. Человек убьют по голове, он улыбается. Это не может быть просто игрой на публику. Когда человек убьют по голове, ему больно. То есть он нормальный. Зубайрая. Тухугов. Набив рекорд 15 к 3 при 6 досрочных победах, Зубайра Тухугов дебютирует в лучшем промоушене мира, о котором грезил с самого детства. Пару в первом выходе с восьмиугольную клетку составил непобежденный дебютант организации из Бразилии Дуглас Сильва де Андраде. Первый спрут бразильца оказался неудачным. Продолжив обмен одиночными ударами, Тухугов открыл расчетчение у бразильца. В ход пошла чеченская школа борьбы. Но Тухугов вновь намеренно отпускает соперника. Во втором раунде Андраде решается оспорить уверенно занятый Тухуговым центром клетки. Понимая, что предыдущие отрезки не в пользу, Туглас идет на обострение. Однако успешные контратаки Тухугова сводят на нет чаяния на досрочную победу. В первой раунде Андраде В абсолютном промоушене встал крепкий Эрнест Чавес, который возвращался после поражения от Элиаса Сильверио. На последней минуте первого раунда Тухугову таки удалось прочитать соперника. Чеченский боец одержал первую победу нокаутом в UFC, упрочив свои позиции в дивизионе. Следующий, кто разделил с Тухуговым октагон, стал американец Филипп Энн Новер, который недавно дебютировал в UFC. После затянувшейся разведки Тухугову удается подловить соперника. Во втором отрезке чеченец начал больше инициировать атаки. Медлкик Новора Больше давали возможности для перевода, нежели наносили урон Тухугову. Под конец схватки Новор бросился за тейкдауном, но безуспешно. Раздельным решением судей победу праздновал спортсмен из России. Через пять месяцев Тухугов вновь возвращается в Бразилию, чтобы встретиться с небитым Рената Корнейра, ворвавшимся в UFC с досрочной победой. Забегая вперед, стоит сказать, что схватка вышла крайне равной. Тейкдауны стали основным блюдом первого периода. Но в моменте Тухугов допустил ошибку. Новшеством второй пятиминутки стали удары ногами от Рената, а также пресси. Решающий отрезок стартовал с перевода от Тухугова, который не получил продолжения. Через пару минут повторилось то же самое. По итогам трех раундов победу раздельным решением присудили местному бойцу. Через пару месяцев пришла еще одна неприятная новость. ЮСАДА нашли в пробах Тухугова запрещенное вещество Астарин и дисквалифицировали на два года. Это испортило мне жизнь. Я сейчас понимаю, что это был пик 26 лет. Я был в хорошей форме. Меня отстранили на два года, это был беспредел. Это был витамин, который я когда-то купил. Мы доказали, что этот витамин оказался подделкой. Но почему-то меня отстранили на два года. А из-за той разборки с МакГрегором еще на 12 месяцев отстранили. В итоге я не дрался три года и четыре месяца. Долгожданное возвращение в восьмиугольник выдалось на сентябрь 2019-го. В противоположном углу стоял дебютант Лерон Мерфи с рекордом 8 к 0. Этот бой стал демонстрацией результатов работы Тухугова с командой Хабиба Нурмагомедова. Тухугович на нем пока не будет. Продолжение следует... Но судьи разделили в этом ничью. Даже публика выразила свое негодование подобным решением. Шестой поединок в октагоне состоялся против Кевина Агилара, шедшего после поражения от небезызвестного Тухугову Дэна Иге. Но все закончилось на третьей минуте встречи. Левый хук положил начало боя. Остальной арсенал довершил начатое. Далее чеченскому бойцу противостоял канадский чемпион мира по муай-тай Хаким Даод. Ограничившись обменом одиночными ударами в первом раунде, во втором Тухугову удалось перевести тейкдаун и забрать раунд. После нескольких неудачных попыток перевода канадский нигериец пошел на провокацию. По итогам трех раундов, имея двойное преимущество по значимым ударам, Даоду становится победителем. Третий бой на земле арабских шейхов приготовил ему в соперники бразильца Рикардо Рамоса. В тот день ударная техника Тухугова была остра, как никогда раньше. Ну и в этой бочке меда оказалась ложка дегтя. Второй раунд также практически превратился в боксерский поединок. Разнообразие внес тейкдаун в конце периода. В третьем раунде быстрый джеб и двойки заходили как себе домой. Флэш-тейкдаун и контроль у сетки стали венцом этого поединка. После этого боя тренер бойца Хавьер Мендес сообщил, что Тухугов вышел на бой, несмотря на серьезное растяжение паховой мышцы, что сильно стесняет движение и могло вообще не дать россиянину выйти на бой. Пройдя такой путь, Зубайра Тухугов все так же стоит в ряду главных лиц российских ММА на международной арене. Зубайра все еще молод, полон потенциала, а за спиной стоит сильная команда. Ясно лишь одно. Чеченский воин еще не раз порадует фанатов своими боями. Субтитры создавал DimaTorzok Компания Компания Субтитры сделал DimaTorzok